Ваш усердный труд, и только поймите меня правильно, я не призываю вас не работать, да? Я говорю, вот такие вещи, но при всём этом я по 10 часов работаю, потому что мне интересно, потому что это очень важно для того, чтобы вы зарабатывали деньги, делать то, что интересно, понимаете? То, что, чему у вас душа лежит, это должно быть правдой в вашей жизни, потребностью в вашей жизни. Ну вот, если вы будете менять сознание, тогда будет меняться и положение вещей с деньгами. Есть вот такой очень замечательный автор, у Олис Уоттлс, у него есть книга «Наука быть богатым». У меня в мастер-классе вот эта вся библиотека прикладывается к мастер-классу, к гипносессию, ещё вот эта библиотека. То есть если вы будете воздействовать на своё сознание комплексно, комплексно, а не только что-то одно, посмотрела, послушала один семинар, и всё, я думаю, я изменюсь. Нет, мои дорогие, мы получили информацию по двум родовым линиям от наших предков, ДНК, где хранится информация о их достатке, их отношении к деньгам, их убеждения к деньгам. Мы приобретали в течение жизни, до всей своей жизни, какие-то убеждения относительно денег. И потом один семинар вдруг вам возьмёт и переделает информацию тела. Вы же понимаете, это невозможно. Эта тема одна, то есть механизм творения любого аспекта нашей жизни, он один. Что мы хотим? Мы хотим деньги, мы хотим здоровья, мы хотим любовных отношений. Это всё один и тот же механизм в основе. Понимаете, вот это как ладошка, механизм — это ладошка. А всё остальное — это наши пальчики, понимаете? И если мы не знаем механизм, то всё кажется сложно и недоступным ни к пониманию, ни к реализации, к достижению цели. А если мы знаем механизм, то мы один и тот же механизм используем для достижения цели в любой сфере нашей жизни. Мы не можем быть довольными, если у нас одна из сфер страдает. То есть если мы ударим по одному пальцу молоточком, да, мы не можем говорить «Ой, я так хорошо себя чувствую, у меня только один мизинец болит». Правильно? Это страдает всё тело. Точно так же наша жизнь. Если здоровье плохое, о каких финансах можно говорить? О каких отношениях можно говорить? Если у человека плохие отношения и там скандалы, конфликты, да, то о каких деньгах можно говорить? Тоже никаких денег не будет, потому что вот эти вот отрицательные ощущения, они задают телу определённую частоту, низкую, низкую. Когда человек переживает, говорят, он потемнел, согнулся от переживания, да. И почему? И в теле другие реакции идут, и тело частота, информацию, которую он изучает, низкочастотная. И она притягивает всё плохое. Там нельзя говорить ни о здоровье, ни о деньгах. То есть всё взаимосвязано. И значит, когда мы говорим о деньгах, это должно быть другое сознание. Это должны быть знания, которые формируются и через книги, и через семинары, и через вебинары, и через жёсткое программирование. То есть если вот этот комплект вы весь используете, то у вас есть все шансы быстро прийти к вашим целям. Но если вы что-то там используете одно и думаете, это так получится, я же там афирмации говорю, я вот в фильме «Секрет» посмотрела, и я говорю, ну знаете, это не работает. А почему это не работает? Это всё работает. И «Секрет» — очень сильный фильм. Там всё, всё, что надо, людям сказано, но на уровне поведенческом. Там не подняты и не раскрыты механизмы. Ну нельзя в одном фильме всё рассказать. И вот есть второй фильм «Секрет 2». Там уже рассказываются механизмы, как это происходит. Если вот сложно некоторым понимать, ну у меня в книгах я как бы таким мостиком являюсь. Я это всё упростила через картинки, образы, более таким доступным языком рассказала. Ну и те, кто читал книги мои, нравятся. Значит, там духовность подтверждена научными экспериментами и раскрывается наш путь, как мы можем достичь все вот эти вот цели. Уолис говорит, вот одну фразу я сюда ставлю, значит, что наука достижения богатства существует. И это точно наука, подобно авгибрии или арифметике. И существуют определённые законы, которые управляют процессом приобретения богатства. Если человек постиг эти законы, следует им, он с математической точностью станет богатым. И если у вас очень большое желание, а не просто правное любопытство, ну, делать деньги, ну, зарабатывать хорошие, достойные деньги, чтобы достойно жить, потому что нас с детства, знаете, программировали на то, что богатство — это плохо. Вот эти вот карикатуры, я думаю, что все помнят, когда толстые такие, в цилиндрах буржуи, капиталисты курят гавайские сигареты и бедные, худые такие работники, которые зарабатывают мало денег. То есть те, которые богаты, они плохие, толстые и вообще бесчеловечные, а те, которые бедные, они хорошие, трудолюбивые и несчастные. И эта вот модель, она, хотим мы или не хотим, она начинает у нас работать. Это информация тела, которая вибрирует и поддерживает вот это вот убеждение на бессознательном уровне. Потому что бессознательные убеждения, которые нас имплантируют осознанно, неосознанно, социумом, да вообще всей средой, которая нас окружает, они формируют программирование в нашем теле и проецируются во Вселенную. А Вселенная, она как трёхмерное зеркало. Оно нам отражает именно то, чем мы вибрируем, какую информацию наше тело даёт. И на 90% наше тело, конечно, побеждает наш разум, потому что на 90% нашей реальности определяет информация тела. И, конечно, несмотря на то, что учёные пишут, что с математической точностью это предсказать невозможно, что будет проецироваться и что мы увидим на сцене своей жизни, но есть экстрасенсы, которые это предвидят, но и любой зрячий, имеющий простые анализаторы, как большая часть человечества, может понимать и оценить, какая информация в теле. Для этого большого ума не надо. Просто посмотрите, окиньте взглядом, что вас окружает. Сколько денег у вас на счетах? Какой у вас дом? Что у вас в дом? Какие у вас отношения? Какие у вас успехи в карьере, в творчестве? Вот это и есть отражение вашей внутренней информации, бессознательной. И вот на сцене нашей жизни доля нашего сознания — 10%. Всё остальное бессознательно творит по факту того, что эта информация в нас есть. И мы не обсуждаем пути, как пришли, и мы не ищем виновников, потому что в этой цепи передачи информации мы нельзя найти виновников. Наши предки передавали эти Знания, отсутствие Знания, ограниченность Знания о природе, и невозможность было получить. Это у нас сейчас большой доступ. Интернет открыл, ба, и вся информация здесь. У вас вопрос, забили поисковую систему, всё. У вас много сайтов открылось на эту тему. То сегодня мы имеем очень сильные ресурсы для того, чтобы расширять своё сознание и узнавать, как точно работают законы, чтобы их использовать. И вот первый вопрос — это законы, законы денег. Первый закон — это закон чистой потенциальности. Есть, я сказала, что поле потенциала, квантовые физики называют окружающее всё поле, в котором мы дышим и говорим, что это кислород, поле потенциала. Почему потенциала? Потому что это поле состоит из невидимых глазу электронов, которые обладают сознанием и которые ведут себя в соответствии с ожиданиями или убеждениями или информацией тела человека, осознаваемой и неосознаваемой. Эти электроны, мы просто как антенна вибрируем этой информацией. А электроны и вот эта информация является как матрицей. Матрицей того, что я думаю про любовь. Я сейчас обещу всё-таки экспромтом эти темы. А что я думаю о деньгах? А что мы можем думать о любви? Мы все мечтали о любви. Такой, знаете, как Фарада говорит, «Ты мечтаешь о большой и верной любви». Ему женщина говорит, да? Приходи на 12-й на свиновал. И получается вот такая пародия у всех. А почему? А потому что в нас записаны сценарии неудачной, несчастливой любви. И все произведения, которые нам известны, они построены на драме. И это является сценарием нашей жизни. Неосознанно. Потому что мы изучали Анну Каренину, мы изучали Катерину. И проследите за их судьбами. Воскресенье Толстого, Маленькая Лиза, Карамзина. Ну, кого ещё называть? Да любое произведение. Называйте там. Женщина или под колёса, или в воду. И всё. Вот такая судьба. И все расстаются. И у всех грамматическая судьба. И теперь по факту того, что мы это изучали и в окружающей действительности видим такие отношения, наше тело вибрирует. И наше тело притягивает на сознательном уровне. Мы говорим, ой, моя судьба будет не такая, как у всех. И лучше, чем у мамы, и у папы, и лучше, чем у знакомых. Я постараюсь, я сделаю свою судьбу идеально. Ну, она фактически получается, что шила пилами в куски сеть, вышла в руководство. Не получила. И почему? И тут нельзя претензии предъявляться знать. И нельзя ругать. Человек может говорить массу причин и логических объяснений, почему он женился, или там замуж вышла женщина за этого человека. Да, логически мы подведем в любом случае причину и объясним, почему мы сделали тот или иной выбор. Но это не будет правдой. Правда, она бессознательна. Правда — это совокупность той информации, которую мы получили в отношении любви и отношений. Понимаете? Вот это среднее аритметическое, вот этот набор, вот эта вот смесь, вся эта информация, она задает среднеаритметическую какую-то картину, и мы притягиваем и материализуем на сцене своей жизни то, что записали. Теперь тот же самый сценарий, тот же самый сценарий, он работает в отношении денег. Если вы выросли в семье, где были ограничения, если у вас звучали такие фразы, что мы это не можем позволить себе, и если мы даже, начиная с детских сказок, слушали такие фразы «без труда не выловишь рыбку из труда», да, и в то же время эта лиса без труда выловила рыбку. Но нам делают акцент на другой морали сказок. Понимаете? А вот то, что щука по щучьему жюбелению может дать, да, волшебная палочка, то, что может сделать, или золотая рыбка, когда просят озвучить мне три желания, я сделаю, мы это как бы игнорируем, и думаем, ну, это из области фантазии. Оказывается, вот это и является механизмом нашего настоящего творения. Вот это только создаёт реальность. Наше тело создаёт реальность. И когда мы говорим, и когда мы что-то записываем у себя в сознании, бессознательно, несмотря на то, что нам не нравится фильм, который мы смотрим, но там драматические или какие-то сцены о потерях, о финансовых убытках, да, мы это фиксируем в своей памяти, и потом тело вибрирует. А поле потенциально — оно, почему потенциала? Потому что оно создаёт, из него можно сделать всё, нет ограничений. Как у мысли нет ограничений, значит, так и у поля потенциала. Потому что поле потенциала материализует мысль. А если она отпечатана на памяти тела, то она материализует медленно то, чем вибрирует тело. И мы, то есть, другими словами, ну, материализация может быть моментально для мастеров высокого уровня, да, а для большей части населения мы как бы притягиваем или материализуем очень медленно то, что мы хотим или то, что мы не хотим, но часто об этом думаем. Потому что если вы чего-то не хотите или вы боитесь чего-то, вы хотите быстрее избавиться от кредита, но вы о нём очень… Вы думаете об этом как о проблеме? У меня нет денег, как бы разбудиться с этой ипотекой и так далее, да, то фокус внимания как раз вот на этом негативном аспекте даёт силу этому аспекту. И у вас получается, что… Ну, не у вас, а у человека, у которого есть такая проблема, она усиливается. То, что внимание и мысль на этом усиливает этот феномен, это явление в вашей жизни. Значит, мы притягиваем всё то, что резонирует с информацией наших мыслей и с информацией нашего тела. Вот это первый закон, да, дальше. Закон, да, первый закон — это узнать законы, второй — чисто потенциальности. Но я прошу вас отнестись ко всем законам, как к одному закону, потому что он является как бы это один… Вот я вижу в этом один закон. Просто мы смотрим, знаете, как мы можем посмотреть на вещь. Берём вещи, смотрим с одной стороны, смотрим с другой стороны, сверху, снизу. Точно так же этот закон. Закон дарения или отдавания. Смотрите, вот закон чистой потенциальности, ту информацию, на которой мы сфокусированы, наши мысли, или память тела — это то, что уже на материальных носителях, мы можем думать о другом, но в памяти есть мысли, шаблоны мышления. Всё, оно во всём теле записано, в каждой клетке ДНК, в каждой клетке ДНК. Это всё вибрирует. И то, что резонирует, притягивается и создаётся, резонирует. Потому что мы как бы этими волнами создаём матрицы, которые электроны заполняют. И это рано или поздно появится на сцене нашей жизни. И это у нас поддерживается на сцене нашей жизни. Вот определённые доходы поддерживаются, и человек не может ни вправо, ни влево, вот он сколько-то, вот дошёл до такой границы, и вот упёрся. Он хочет, например, получать 100, хочет 200. А он здесь. Он не понимает, почему он не двигается. Потому что у него информация, я получаю 100. И она закодировала те. Значит, чтобы выйти на другой уровень, эти коды надо убрать, но не другими кодами. Вот так вот. И мы притягиваем свою информацию. Но дарение или отдавание и получение, оно как бы другая сторона этого же закона. Если, закон гласит, если мы даём, если мы хотим больше денег, мы должны больше давать. То есть если я, если вы хотите больше денег, значит, вы должны оказывать больше услуги. Вы должны, это не только в отношении отдавать и получать, дарить и получать подарки. Это в отношении бизнеса и услуги. Если вы хотите больше денег, значит, вы должны сделать больше товаров. Вы делали 100 единиц, например, в месяц, да? Сделайте 200-300, у вас будет больше денег. Вы оказывали услугу, например, консультации или уроки проводите, или репетиторские. Один на один, ну, можно выйти на группу, да? То есть то же самое, все выходят и понимают эти законы денег. Надо, чем большему количеству людей вы отдаёте услугу, тем больше вы получаете. Чем больше товаров в единицу времени вы производите, тем больше вы будете зарабатывать. И вообще, чем больше вы дарите и дарёте другим, тем больше вы будете получать. И как в отношении продаж, что-то вы товар производите. И просто подарок, если вы делаете. Потому что это базовый такой закон Вселенной. Вот точно так же, как нам деревья дают кислород, мы вдыхаем этот кислород, но мы им отдаём углекислый газ. И если кто-то из нас в этой системе будет только брать и не отдавать, то погибнет вся система. Поэтому вот этот закон надо понимать. Если мы что-то отдаём, неважно, подарок, услугу, заботу, внимание, значит, мы уже вибрируем. Это у нас записано. Я отдал. Я отдал энергию. Если я отдал, значит, Вселенная — это трёхмерное такое зеркало. Оно в многократном размере вам вернёт ту энергию, которую вы отдали. Чем больше вы отдаёте, тем больше вам возвращается. И когда человек тянет одеяло только на себе и говорит, ой, так тяжело, деньги зарабатывают, и хочет украсть, урвать и так далее, он его никак не может. Потому что он нарушает этот закон. Подарки принимать хорошо, но надо что-то отдать взамен. Понимаете, когда идёт вот этот равноценный обмен, тогда эффект лучше, быстрее, и богатство идёт быстрее. Следующий карма или закон причины и следствия. Ну, это тоже притяжение, понимаете? Другая слова — дарение, отдавание и получение — это то же самое притяжение. Если я отдаю, значит, я притягиваю что? Вселенная мне отдаёт. Закон притяжения. А не видите, как взаимосвязано? Демонстрация. Следующая. Я извиняюсь, у меня это поникатный сын. Ну, хоть он не может позвонить, мне стесняется. Сейчас вопрос. Нет, показалось мне. Как будто бы в дверь кто-то. Значит, следующий закон — карма или закон причины и следствия. У каждого действия есть следствие. Если вы берёте только себе, вот на этом же законе, который я выше описала, мы можем рассмотреть законы причины и следствия. Если мы только берём и не отдаём, то Вселенная нам не может ничего дать. Понимаете? То есть мы тоже должны давать. И чем больше мы отдаём и будем отдавать, тем больше нам будет отдавать. Если у вас есть вопросы, вы их записывайте, потому что тут у вас могут много вопросов возникнуть. А если, допустим, я отдаю, 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 и получается, что я ни с чем, вот, и такая несчастная. Или такой несчастный. Нет, вы должны разумно это делать. Вы не должны быть источником, чтобы вас вампирили. Мы позволяли, чтобы вас вампирили. Всегда должно быть обмен энергиями. Вот за этим надо следить, закон. Закон оименьшего усилия. Делать меньше, совершать больше. Быть в состоянии любви. Когда человек, вот если многие талантливые, реализованные люди, мультимиллионеры, некоторые из них говорят, ой, я в своей жизни ни одного дня не работал. Почему? Да потому что он занимался своим хобби. Он хобби свой превратил в бизнес. Он это делал со страстью, с энтузиазмом, с азартом. Ему было интересно. Он эту энергию передавал тому, что он делал. И этот продукт или эта услуга пользовалась спросом и всегда будет пользоваться спросом. И человек, когда делает любимое дело, он не устает. И когда это соответствует его талантам и способностям и линии жизни, то Вселенная как бы открывает перед ним дороги. Ему всегда всё легко реализовать свои планы, достичь свою цель. А когда человек бьётся в закрытые двери и думает, надо проявить усилия воли, настойчивость. Нет, так не смотрите на вещи. Если вы бьёте в закрытую дверь, это не ваша дверь. Ваша дверь сама откроется. Ваш путь будет, если вы будете идти по своему пути, вам дверь будет сами открываться. Понимаете? И очень важно найти дело своей мечты и делать то, что соответствует вашим способностям, интересам, талантам. И вот эти вещи, они на поверхности. Просто люди настолько привыкли смотреть на то, что на свои способности, как на что-то такое естественное, лёгкое, что они это обесценивают, они не придают этому значение. И многим трудно найти, а ой, я не знаю, какие у меня способности или в чём моё предназначение. Вот. А способности, вы прислушаетесь, с какими вопросами к вам люди обращаются. Что они у вас спрашивают чаще всего? То есть у меня такое было вот в практике. Когда мне говорили, обращались по-первыхому на несколько дипломов, по-первыхому я психолог по развитию, я преподавала детскую психологию. Потом, когда возникают вопросы, конечно, ко мне обращались. Я даю такую полную консультацию. Мне говорят, Света, что ты книги не пишешь? И мне так странно было. Я говорю, ну что-то писать. Ну, всё уже написано. Я же это, говорю, из книг узнала. Но это неправильно. Я это не сделала, не узнала только из книг. Всё равно, когда вы читаете 100-200 тысяч книг, и у вас ещё есть личный опыт наблюдения, да, личный опыт деятельности в вашей сфере, в вашей жизни, и это всё синтезируется, и через вас будет что-то, та же самая книга, она будет в другом стиле. Она будет не такая, как у всех. Кому-то будет нравиться вот именно вас, ваш продукт читать, изучать, покупать. Понимаете? Вашей услугой пользоваться. Поэтому вот в этом вопросе вы должны очень серьёзно разобраться, и это тоже связано с темой притяжения любви. Есть вот в одной замечательной книге, я в семинаре, просто это письмо у меня вставлено, и в вебинар там о ходах таланта, где Бог говорит, «Моё дитя, ты должен или ты должна в первую очередь раскрыть меня в тебе, а в это время я готовлю тебе свою идеальную папу. Но пока ты не найдёшь и не раскроешь меня в себе, ну не пытайся, потому что будет это всё драматично». Ну я так, упрощаю это письмо, оно такое очень сильное, в семинаре оно там, я рассказывала, и книгу, откуда я взяла, я тоже туда прикладываю свою, и вот эту интересную книгу по притяжению любимого. Вот. Почему? Потому что когда возникают вот эти вот любовные пары, и у женщин больше такая тенденция отдастся вся, вся, «Я такая верная, я его так люблю, и ребёнку, я вообще вся себя семье посвящу, и так природа нам предназначена». Ну, всё это правильно, но это не вся, не вся правда, знаете, каждый человек, независимо от женщины это или мужчина, должен реализовать себя творчески, потому что каждый человек это Бог в стоящем режиме. А Бог, вы знаете, очень как-то скучно выполнять только функции тела биологические. Он в каждом человеке готов творить. Дух сидит и ждёт, когда его выпустят на поверхность, чтобы он что-то сотворил. Уникальное в вашем стиле, только в вашем стиле, никто так не сможет. Понимаете? И когда человек это будет делать, каждый мужчина и женщина, тогда у него будет как бы платформа под ногами, потому что, кроме того, что он будет получать моральное удовлетворение и финансовое вознаграждение, да, он будет иметь почву под ногами, он будет иметь то, чему у него страсть. И как бы отношения ни сложились, он всегда на земле стоит. Он всегда твёрдо стоит. Понимаете? А когда люди, особенно по молодости, пытаются создать отношения, не раскрыв себя ещё и свой потенциал, то потом, когда лодка любви начинает биться о бытовые берега, да, она разбивается, она разбивается. И получается в итоге 75% официальных разводов. Вот. А когда уже человек себя пульски реализовал, то тут уже, конечно, и вы притягиваете другого партнёра, с которым у вас будет, ну, аналогично, вы будете резонировать, и это однозначно, вот эти отношения будут более устойчивы, чем те, которые вы думаете, ой, замуж, вот выйду, ребёнка рожу, а потом я буду реализовываться. Надо делать всё-таки в обратной последовательности, потому что тут и финансы, и чувства будут на высоком уровне, когда вы делаете вот в такой последовательности. Вначале раскройте свой талант, а потом уже строите отношения. Или раскрывайте талант и строите отношения одновременно. Но никогда не посвящайте себя только чувствам. никогда не посвящайте себя только чувствам. Потому что если ваши чувства разрушились, что-то случилось там, или измена, или потери, или что-то случилось, тогда у вас не впущен под ногой, вам не за что зацепиться. Понимаете? И надо как-то рационально подходить к жизни. Дальше. Следующий закон. Ну и вот в этом наименьшее усилие. Когда вы делаете то, что вы любите, вы не устаете, у вас нет сопротивления. А когда человек не любит свою работу, ему трудно уже вообще в момент начиная с момента пробуждения целый день для него тяжелый. То есть он только просыпается и он просыпается его мысль о том, что надо идти на нелюбимую работу, то есть сидеть там. И какую он энергию передает вот этому офису, этому предприятию, где он находится. Вот эта чистота, она мешает притягивать деньги этому человеку и она еще мешает всем коллективе и организатору, хозяину этого предприятия. Понимаете? Это это влияет на бизнес. Поэтому делайте всегда от сердца. Любовь и бизнес это должно быть любовь должна быть должна быть как и в отношениях между парой, да, любовь должна быть и к работе. Везде должна быть любовь. Любовь, она прокладывает дорогу к успеху и к богатству. Намерение и желание. Для того, чтобы у вас было очень много денег, что вы должны делать? Вы должны очень сильно желать денег. А когда так вот я бы, конечно, хотел, да, но там внутри и снаружи, и сознание, бессознательно у вас вибрирует одной мыслью, что это невозможно. Я никогда не смогу выйти на большие деньги. И вот это вот неправильно. Значит, у вас должно быть желание. А если желание есть, вам должно быть сильное. Насколько сильное? Насколько сильное? Я вот здесь всегда привожу пример, притчу, когда мастера ученик спрашивает, мастер, скажи, а когда у меня будет пробуждение, просветление? А он говорит, а ты что, очень хочешь? Он говорит, конечно, хочу. Ну что, ты очень-очень хочешь? Говорит, да. А ну, подойди сюда. Ученик подходит, и мастер опускает его воду в бочку с водой, которая рядом стояла. Тут уже стал пузыри пускать, когда мастера пускали, говорит, что ты сейчас хотел подпадать? Он говорит, в воздух. Нет, может быть, ты хотел пробуждение, просветление? Нет, мастер, я хотел воздуха. Так вот, ты так хотел, должен хотеть пробуждение, как ты хотел сейчас воздуха под водой. Понимаете? И если мы говорим о деньгах, и вы просто не испраздновали в области, слушаете, а действительно хотите деньги, значит, вы должны очень-очень сильно хотеть этого. Это должно быть доминантом. И никаких не должно быть у вас сомнений, что вы можете свою цель достичь. То есть вы формируете своего желания, цель, вот что, там, что вы хотите, дом, машину купить, яхту, самолет, ну, что вы хотите. Вот эту цель вы должны формировать. Или там счета в банках по миллиону везде, да, на всех счетах. Ну, вот это вот вы должны создать желание, цель, высказать это намерение и записать это. И вот здесь я немножко отвлекусь, потому что я в массах классов, я рассказываю, как подробно это делать, что не надо идти стандартным путем. Есть два пути, есть два пути достижения цели. Один, когда стандартно, когда мы из желания формируем цель, а потом пишем план, и потом начинаем выполнять пунктики плана, как бы продвигаясь по дороге к цели. и другой, когда мы формируем цель в виде картинки. Вот, а всё дальше подробно я рассказываю на мастер-классе. И вот это второй путь, он соответствует духовным законам, и он правильный. Вы не можете идти по первому пути и думать, вот я план написал, я буду двигаться, я приду. это очень сложный путь, и он тернистый, и не всегда люди приходят к этому. Вы с того уровня сознания, с которого начинаете двигаться к цели, вы не можете знать хороший план, лучший план, потому что вы с этого уровня сознания пишете его. Теперь, по дороге к цели ваше сознание растёт, то, что вы понимаете, вам надо новые знакомства, вам нужны новые знания, вам нужна система какая-то, как её построить. То есть вы растёте интеллектуально, профессионально, ваш уровень сознания расширяется. И когда вы попадаете уже на более высокий уровень сознания, вы смотрите на свой план и говорите, какая чушь, я же могу вот это по-другому сделать. Поэтому можно там бегло какие-то крупные пункты обозначить, но не привязываться и не считать, что это вот конечная цель. понимаете, вам обязательно нужно желание и намерение. Следующее, я одновременно сказала непривязываться. Не надо привязываться. Не надо привязываться к этому плану. И даже не надо особо привязываться к конечному желанию, потому что ваше подсознание, это бог вашего существа, оно может вас привести к более лучшему результату, чем вы даже ожидать в большем результате. Потому что у наших анализаторов и у нашего коры больших полушарий есть определенное ограничение в знаниях. Мы в секунду воспринимаем 2000 бит информацию в секунду, да, 2000 бит информации в секунду, а подсознание 4 биллиона. Подсознание знает всё. И что мы будем упираться в эту логику? Иногда самые нелогичные поступки приводят к самым эффективным результатам. И все миллионеры, они обладают интуицией. Они не делают то, что говорит логика. Они слушают своё тело, они слушают свою интуицию. Я вам расскажу один анекдот. Значит, один еврей, Метвинштамм, как-то так фамилию забыла, выиграл на скачках. И друг его спрашивает, слушай, как тебе это удалось? Он говорит, представляешь, мне во сне приснился сон. Вот, мне приснился сон, что мне ангел говорит, выбери, как же он там сказал, мне записано, это я на изусне очень 8-8, 8-8, и там крылатая фея, как-то там так, 8-8 и крылатая фея. И я утром проснулся, думаю, 8-8, это 49. И я поставила на 49. А этот собеседник говорит, слушай, и выиграл. Он говорит, ну, 8-8 же не 49, а 48. он говорит, ну ты будь математиком. Понимаете, что подсознание даже знает, что этот человек неправильно знает таблицу умножения и даёт ему во сне подсказку. то есть интуиция, она она всегда подсказывает и тоже приводит, ну помогает сделать большие деньги. Следующее, ну, конечно, знать своё предназначение, как бы свои способности, свои таланты. Но этот вопрос, он связан с вот этот закон, он тесно связан с законом наименьшего усилия. Если вы знаете уже точно какие у вас таланты, тогда, конечно, вам легче всё это делать. Итак, теперь что? Теперь что мы видим? Какая у нас картина? Что память мозга, вот вот этот закон работает, плюс память тела, потому что мозг, это вот наше мышление состоит, обуславливается нейросетями. и мы осознаем только то, на чём сейчас сфокусировали своё внимание. Вот, а на чём нефокусирован это, вот это существует в памяти, но мы это не осознаём. Это бессознательно. Так вот, и мы можем назвать это память тела. Наше сознание, наше бессознательное, наши мысли, эмоции отражается в поле потенциала и создаёт нашу реальность. И чтобы зарабатывать больше денег, надо тогда менять наше сознание, вот эту сторону левую, наши мысли, наши эмоции, и тогда поле потенциала нам будет помогать создавать те картинки, которые, и те шаблоны мышления, которые у нас есть в голове. Ну и, значит, надо, конечно, знать вот такие законы, как распоряжаться с деньгами. Нельзя тратить больше, чем вы зарабатываете. Это простые правила. Надо всегда десятую часть там откладывать. У Клейтона есть очень хорошая притча, которая подробно описывает, я в мастер-классе эту книгу тоже вставлю. Значит, десятую часть откладывать, и когда вы накопили, уже куда-нибудь инвестировать, вы не можете, работая линейно, зарабатывать большие деньги. То есть есть такие способы заработка, пассивные источники дохода. Когда вы продумываете вопрос, как стать богатым, вы работаете линейно, но вы одновременно начинаете выстраивать пассивные источники дохода. На мастер-классе я подробно говорю, потому что здесь это невозможно. Правила денег. Значит, у вас должны быть фильтры убеждения. Фильтры убеждения. То есть всё, что как бы оборачивает вас от денег и говорит о том, что это трудно, это невозможно, у вас на это должен стоять фильтр. Вы не пропускаете эти убеждения, не смотрите, не слушаете жалобы, когда говорят, ой, в стране кризис, невозможно, работы нет. Всё это для вас не должно работать. Потому что когда у нас вот эти вот фильтры убеждения существуют в качестве нейросети, мы смотрим на мир через эти нейросети. и мы никогда не увидим больше возможностей, чем позволяет нам наше убеждение сохранённое в нейросетях. Но мы увидим ровно столько, сколько позволяет нам увидеть нейросети. Если у нас большие убеждения, ограничения, то источники денег проходят мимо нас. Идеи, идеи, как зарабатывать большие деньги, проходят мимо нас. Они к нам стучатся, мы их не видим. Почему? Потому что наши ограничения их не пускают. Мы смотрим на мир через вот эти очки наших убеждений, и поэтому их надо убирать. Это как коды тела, коды, которые не позволяют человеку стать богатым. И чтобы человек стал богатым, надо избавиться от этих кодов и заменить другие, имплантировать другие программы, чтобы нейросети сформировались, что я богатый, я уже богатый. И тогда вот эти мысли они кодируют, они передаются через кровь, в ДНК, и ДНК программируют, и ДНК записывают это, и это становится законом. Точно так же по этой же схеме происходит притяжение любимого. Когда мы говорим я уже имею отношение, и это фиксируется в ДНК, тогда это становится законом. Ну и вот это как бы я вам сказала, а теперь просто на картинке посмотрите. Наша реальность, она состоит из 10%, ее выстраивает сознательно, 10% принадлежит сознательному, и 90% бессознательному. И, конечно, мы проигрываем бессознательно. Конечно, мы проигрываем. Нам надо вот эту сторону, левую сторону бессознательно взять на сторону сознательно. Надо их помирить, понимаете, потому что идет как лебедь, рак и щука в разные стороны. Сознательно хочет одно, а бессознательно вибрирует другую информацию и создает другую реальность. Нам надо переписать информацию тела, ну и вот как интересно вот я говорю, что наша информация, мы как антенна, мы вибрируем, и эти вибрации, они являются как матрица, которую электроны заполняют и создают реальность. То есть волны эти уплотняют невидимую материю и сознание. Происходит коллапс и происходит материализация. Это научно доказано. квантовая физика об этом говорит. Об этом говорит точно так же, как телевизор воспроизводит волны. Если вы говорите, ой, ну это невозможно, какие-то сказки, это изотерик. Это не изотерика. Вы же видите, как телевизор воспроизводит невидимые волны, и цвета, и людей, и всё распознаваемое. Да? Так вот то же самое мы делаем. Каждый человек является антенной, но сильнее, чем остаткинская. Мы антенны и приёмник. Мы воспринимаем волны информации, мы отдаём волны информации, и вот эти волны информации, они формируют нашу реальность и наше финансовое положение. Значит, если мы кодируем, ну это я вот сказала, если мы заводим другой код в теле, тогда наша реальность сама по себе меняется, и нам особо и работать не надо. Всё будет происходить само собой, тело как бы будет притягивать людей, подходящих для бизнеса, для совместного выгодного сотрудничества, партнёрства, идеи какие-то будут рождаться. Вы будете понимать, что вот если раньше, например, до перепрограммирования вы видели, у вас рассылка пришла, может быть, в рекламе какое-то было предложение, и вы его проигнорировали, посчитали, что это ерунда, и повелись на какого-то шарлатана, который говорит, вот 500 рублей, вы будете программу скачать, и будете миллионы каждый день скачивать, да, вот на это вы отреагировали. То есть тело, когда неправильно закодировано, оно нечувствительное к деньгам, оно идёт как раз в противоположную сторону, ещё больше терпит убыток. А когда вы закодировали своё тело, тогда вы становитесь чувствительными, вы это отбрасываете, вы видите, что это мошенники, и это мошенники, бах, здесь у вас остановился взгляд, вы знаете, вам тело говорит, это ваш пул, это возможность, возможность сделать деньги в этой программе или занимаясь вот этой деятельностью. То есть у вас раскрывается чувствительность, такое чутьё, интуиция. А теперь о правилах деньги. Но знать механизмы, ну, конечно, вот так поверхностно, это недостаточно узнать, я более подробно говорю на мастер-классе. Когда вы, каждый из вас что-то продаёт, неважно что, это услуга, это будет продажа, вы учитель, это всё равно продажа. Вы актёр, певец, писатель, или вы делаете хлеб, или у вас большое производство. От автомобилей до булочек, неважно что. Все продают, все продают свои услуги, свои таланты, свои продукты, понимаете? И когда вы продаёте, вы должны понимать и хорошо знать себя. Кто я? Кто я? А зачем вам это? Вы же будете другим продавать? Когда люди хитрят и делают например некачественные продукты, думают, что они так делают себе деньги, богатство? Нет, они делают деньги, чтобы выживать, потому что второй раз клиент не купит у него. Даже такую пародию я прочла в Одноклассниках в Ленте, где мужчина пишет, говорит, звонит мне китайка, китаянка, которая снимает у меня квартиру, и говорит, у меня, у нас замок в двери поломался. китайский, наверное, так сказала, китайский, понимаете? То есть, если это некачественно, то, конечно, там не будет повторных заказов, и люди будут терять своих клиентов. Но когда вы знаете, кто я, вы знаете свои потребности, свои вкусы, себя хорошо, вы должны понимать, что вы будете притягивать к себе таких же клиентов, как и вы. По закону притяжения, по закону резонанса, по-другому не может быть. К вам будут притягиваться люди, похожие на вас. И вы должны понимать, и вам будет легко этих людей понимать, потому что вы знаете, если вы знаете себя, вам будет легко их понимать. И тогда вам будет легко сделать максимально возможное, чтобы этому клиенту понравилось ваша услуга, понравился ваш товар, и чтобы он у вас потом брал на постоянной основе. И вот это вот такой стиль, такое отношение клиентов от сердца приводит к большим деньгам. Да, и это, конечно, связано с само-познанием, да. Вы знаете себя, вы знаете вот эти законы, это само-познание, это духовный путь. И это помогает, если вы знаете себя, это помогает определять вашего клиента, что вы хотите. Ваш клиент тоже самое хочет. Понимаете, вы хотите хорошего качества, ваш клиент тоже хочет хорошего качества. Значит, зная себя и зная, вы можете удовлетворить запросы, потребности и создать то, что вас требовало. Потому что если, например, вы чего-то хотите, а на рынке труда этого нет, тогда, если вы этого хотите, значит и другие этого хотят. Создайте, и вы будете единственные на рынке. Следующее — отдавать. Ну, больше я тоже сказала, что отдавать. Чем больше мы отдаём, идёт движение, энергия движения, деньги перемещения, энергия перемещения. И чем больше скорость, тем быстрее, чем больше циркуляция, тем больше денег будет притягиваться в вашу жизнь. И закон вакуума, создания вакуума, оно — это ментально. Значит, для того, чтобы материализовать вообще на другом уровне, тогда надо вообще создавать в голове вакуум и фокусироваться время от времени на своей цели, на своём желании. Создавать эту картинку. Создавать картинку изобилия. И тогда, когда приток денег будет стремительным. Ну и верить в то, что ваше желание осуществимо. Если вы верите, с одной стороны, а потом у вас есть колебания, то такой результат получится. Вы должны быть непреклонны своей вере. Дальше. Ваше сознание определяется вашим профессионализмом, да, и Личностными качествами. Вы же осознаёте, насколько вы хороший специалист и профессионал. И если вы к себе критично относитесь, то вы этим вибрируете. Вы это передаёте в свои продукты, в свои услуги. Как-то вы транслируете подсознание людей. Если мы на сознательном уровне слушаем слова, и глаза наши отслеживают только движение тела, да, это тоже много информации, невербальное движение тела нам даёт, то наше подсознание считывает, сканирует буквально всё, абсолютно всё. И поэтому если… Человек там не очень добросовестный, не очень профессиональный. Подсознание людей считывает это. И поэтому тоже продукт не будет пользоваться спросом. Или будет маленький спрос. А если человек очень уверен в себе, и у него высокие профессиональные качества, конечно, определяют уверенность, и другие высокая самооценка, и у него есть лидерские качества, у него есть страсть к работе, он эту энергию передаёт в то, что он делает. И то, что… И эти продукты пользуются особым спросом, и они становятся брендом. Ну, это вот законы из, значит, знать, а то знать вот эти вот законы недостаточно. И надо их применять, нужно делать, надо делать это, делать и фокусироваться на том, что я могу, я достигну, я сделаю. Кандидат наук и тракторист. Это одна история, которую описывал, по-моему, Березовский, Лея Брамович. Он тоже все эти законы знал. Он не просто так сделал случайно миллионы. Он знал все эти законы и применял. Вот эти квартовые законы, законы Вселенной. Значит, когда человек, например, кандидат наук, собирается что-то делать, когда только-только появилась возможность открывать киоски, да, и вот это был реальный случай. Кандидат наук открыл киоск и открыл киоск-тракторист. Тракторист, он не такой умный, чтобы анализировать свою деятельность и предвидеть какие-то опасные ситуации. Ну, он делал деньги на том же товаре, на котором хотел сделать кандидат наук. А кандидат был очень умный. Он все просчитывал, он анализировал опасности, рейки там, налоговые и так далее. У него все время происходили какие-то неприятности, он так деньги и не сделал. Так и не сделал, не заработал. То есть у него развалился бизнес. Значит, для того, чтобы деньги были, такой праздник есть, надо деньги вкладывать, потом фокусироваться на желаемом и получать любым способом во благо. Чем больше вы будете отдавать, тем больше будете получать. Ну вот, я говорила, что мы как антенна, и здесь вы можете наглядно, я тут поставила картинки, чтобы то, что образа запоминается больше. Когда мы ищем источник денег снаружи, это ошибка. Вот, глад находится дома, то есть он в голове. Понимаете, когда вы формируете знания и когда вы меняете шаблоны мышления и когда вы обретаете сознание богатого человека, то деньги начинают притягиваться. Источники денег или ситуации, где можно заработать денег, они начинают сами по себе возникать. И мы сейчас подошли к формула денег. Значит, формула денег — это мысли, они одинаково заряжены. Понимаете? Мысли всегда одинаково заряжены с эмоциями. Если эта мысль позитивная, значит, мы хорошо себя чувствуем. Если эта мысль негативна, мы плохо себя чувствуем. Поэтому мы должны всегда заботиться о том, чтобы наши мысли были позитивными. Потом создать вакуум. То есть это ситуация, когда надо остановить мысль. запустить в этот вакуум своё желание. А потом уже действует. И это приводит к деньгам. И запускать деньги в оборот. И это формула денег, притяжение денег. Квантовая формула. Вот когда вы входите в нулевую точку, вы загружаете новую программу. Но в других своих вебинарах на гипносессии, там я уже не помню, в каких темах, и во многих семинарах я ставлю модель, которую даёт нам рамка. Вот эта нулевая точка — это аналогическое мышление. Это аналогическое мышление. Мы работаем в двух режимах мышления. Когда мы в аналогическом мышлении думаем о нашей цели, тогда мы творим то, что мы хотим. Мы буквально творим. Из ничего, из пустоты мы создаём, и в перспективе появится обязательно то, что мы хотим. Вселенная или поле потенциала никогда никого не наказывает. Она не решает и не принимает решение, вот этому я столько дам, а этот недостой, я ему не дам. Это не так. Она просто отражает. Она зеркально отражает. Вы понимаете, что зеркало не может осуждать и обвинять, да? Она просто отражает. Если вы будете показывать свою информацию сегодняшнего дня, то ваша финансовая ситуация никогда не изменится. медленно меняться, потому что зеркало вам вернёт в будущее. Вы проецируете эту информацию, и поле потенциала вам в будущее делает как бы ваше прошлое. И чтобы эту ситуацию изменить, нам надо в память записать то, что мы хотим из будущего. В будущем мы хотим стать богатым. Мы должны это записать, что я уже богатый. Я уже богатый. Если этот факт записан в теле, он уже становится нашим прошлым. Наше тело вибрирует только в прошлом, потому что память — это прошлое. И когда мы записываем в тело, и это не важно что, понимаете, механизм один. Я уже говорила, что механизм один. Точно так же мы притягиваем любимого. Если мы записали уже, его нет ещё на горизонте, нигде близко нет. И тут все вокруг алкоголики, наркоманы, голубые, разведённые. И вообще, да? Нет. И это просто записано здесь, поэтому на фоне никого не будет. Я помню, одна женщина мне говорит, ой, я свою дочку забрала из университета, сказала, или в другой она захотела, чтобы она пошла. Такая она немножко, ну, слишком доминантная мама была. За что-то она на неё рассердилась. И она говорит, вот, приедешь домой, они очень богаты, у них была корова, конечно, у них были помощники. И она такой породистая девка у неё, да? Она рассердилась, привезла её, значит, с города, в котором она училась, с университета, в станицу туда, в Кубанскую. И она говорит, я такая злая была на неё. И я сказала, будешь мне коров сама выгонять на пол. И она её послала корову, корову пасти. Вот. Ну, это как бы оскорбление, да? Такая девка породистая, красивая. Ну, мама там богатая, и всё под своим контролем держала. Так она её наказала. И вот дочка пошла пасти корову. Или отгонять, или пасти. Я уже не помню, так давно было. Но самое главное, что она, вот в этот момент, когда пошла гнать корову, она познакомилась с моим мужем. Понимаете? Вот так вот работает закон Вселенной. Значит, она внутренне знала, что она интересная, она притянет, она в таком возрасте, и неважно в какой она ситуации, то есть у неё не было комплексов, и её тело притянуло поклонника. И понимаете, то же самое происходит, когда, значит, она была так запрограммирована, у неё было много поклонников, и для неё этой проблемы не было. Людочка, вы написали шрифтом, не поменяли курсорный шрифт. Вот. Но когда мы записываем эту информацию, то есть она была запрограммирована, она знала, что она выйдет, и неважно даже, если она корову пасёт. У неё как бы женихи там были. Или она от жениха его забрал. Ну, не знаю, такая интересная история. Я хочу сказать, что этот принцип работает на все сферы жизни. Вы хотите денег? Вы записали уже, вы должны записать в теле. Я уже богатый. Вы хотите жить в любви, в гармонии? Вы должны... Да, да, да. Значит, вы должны уже в теле написать. Я уже в любви. Вы хотите здоровья, по факту вы больны? Вы должны записать в теле. Я абсолютно здоров. Ну, я так утрирую, конечно, одну фразу говорю. Я под это готовлю скрипты, которые длительностью один час. То есть скрипт, каждый скрипт вас вводит в эту нулевую точку, да? А потом создаёт в этом состоянии транса картину богатства, картину здоровья, картину того, что вы уже с любви. И тогда тело начинает вибрировать это, и это становится правдой вашей жизни. Вот это короткий путь. Короткий путь ко всему. Ко всему. Вот это не Россия. Вы не можете думать по-другому, если вы себя не переконтируете. Точно так же, как машина не может, например, вы поставите её на пластмассовую дорожку, да? И вы не можете ожидать, что она придёт на газон зелёный. Она будет идти строго по дорожке. Какое-то отношение имеет к мышлению. Когда мы просыпаемся, то наша мысль, она имеет искру, вид искры в голове. Она идёт по нейросетям. Наши мысли, привычные шаблоны мышлений, они записаны, хранятся в нейросетях. Вот как это, как машина идёт по дороге, так наша мысль идёт по нейросетям. Она идёт по привычным нейросетям. И у вас возникают в голове, если вы обратите сейчас на это внимание, привычные мышления. Марина не будет говорить языком Антона. Понимаете? Точно так же, как Даша не будет говорить языком Людмилы или Ирины. У каждого из нас свои шаблоны мышления, свои привычки, как мы говорим. Я говорю своим языком. Каждый из вас говорит своим языком. И вот эти вот шаблоны мышления, эти нейросети, они нам помогают развиваться. Когда мы формируем новые нейросети, нейросеть создаёт реальность. Тогда у нас будет новая нейросеть. Если мы не создаём новые нейросети, то наша мысль будет крутиться вот по дорогам старых мыслей, по дорогам старых нейросетей, которые хранят старые мысли. Значит, у нас не будет новой реальности. И для того, чтобы изменить финансовые доходы, в финансовой сфере ситуацию, вам надо задать своему мозгу новые шаблоны мышления, которые сформируют, нарастят новые нейросети богатого человека. Человека, который живёт в изобилии. Человека, у которого деньги идут потоком. Понимаете? Для него это не вопрос. Для него зарабатывать деньги — это как хобби, это как развлечение. Это побочный эффект того, что он делает с любовью, с интересом и со завтра. Потому что деньги любят азарт, деньги любят скорость. Понимаете, когда сколько… Знаете, вы сколько денег потеряли, когда у вас возникали идеи, и вы думали, вот я подумаю. И, ну, завтра. Нет, после завтра. В то раз она угасла, вы забыли. А на эту идею вы могли бы сделать миллион. Понимаете? Ещё важно. Или некоторые делают, ладно, через пять дней они действительно начали адаптировать эту энергию, эту идею воплощать в реальность. Но эта идея уже потеряла тот импульс и ту первоначальную энергию. И она дальше, она пойдёт на другой частоте. Поэтому надо ловить сразу. Схватили идею, вы начинаете её быстро адаптировать. У вас эта частота, вы на этой волне. И она будет успешна, эта идея будет реализовываться быстро. Понимаете, успешных от неуспешных людей отличить очень легко. Язык разный. Язык разный. Делали эксперименты, говорили. Ну, не эксперименты, а просто исследования. Анализировали лексикон успешных и богатых людей, неуспешных и бедных людей. И что, да у них просто разница в словаре. Этот мыслит категориями богатого человека. В лексиконе у него слова успех, доходы, процветание и так далее. У этого, ой, как дела, как Сажа Белла, кризис. И ели концы консами, и всё такое. Понимаете, да? А слова, они обладают силой творения. Потому что Бог — это мысль. И когда мы оперируем, и когда в своём мышлении понятиями, в которых заложены слова «силы», тогда у нас сильные ситуации появляются, тогда у нас появляются деньги. Когда мы это записали наизусть, на уровне бессознательного, тело начинает этим вибрировать, нам вообще легко мыслить этими категориями и поступать и действовать в рамках этих новых нейросетей. Но если человек этого ничего не делает, он не может выйти. Потому что нейросети, они как суфлёры. Они диктуют, что человек и как должен человек говорить. История жизни — это когда, например, человек подходит и говорит, пойду-ка я к маме, он может мне наколдовать. Он может у вас сделать энергию, там, нагонять на единичный какой-то случай. И у вас действительно там какая-то сделка пройдёт успешно. Но если вы не меняете информацию на уровне нейросетей, если вы не меняете информацию на уровне ДНК, то у вас такие глобальные изменения не наступят. Потому что это наука. Это наука. Мы — это сгосток информации. Мы — это информация, которая вибрирует и создаёт то, что в нас записано. Если нам не нравится что-то, мы должны вот эту область переписать. Понимаете? И я вам расскажу, у меня в Нью-Йорке была и в Санге. Две такие женщины, которые вышли, они уехали. Одна в Европе работает, а другая в Нью-Йорк. И вот в Нью-Йорке говорит, «Ой, я так устала, у меня очень хорошее образование, очень высокое образование». У нас у многих с правительством имеет такое образование. Она поехала туда. Язык, конечно, не позволяет работать по специальности. И она там смотрит какую-то бабушку. И она ещё едет там 2-2 часа от работы. Я говорю, «Господи, это что? Должность министра? Почему тебе надо ехать 2 часа от Нью-Йорка в провинцию на работу?» Ну, мне, говорит, предложили такое. Я говорю, «Ну, ты же можешь моделировать, ты же можешь запрограммировать свой день». А как? Я её учу, я помогаю её моделировать. У неё личная жизнь не ладилась. Мы моделируем личную жизнь. И всё. И через неделю я у неё спрашиваю, «Какой тебе район нравится, самый крутой?» Матхэттен. Хорошо. Через неделю она складывается якобы случайно обстоятельства. Я её закодировала. Мы моделировали. И она через неделю находит работу так. Оплата в 2 раза больше. Ехать полчаса. Престижный район, богатую семью. И тут же она находит поклонника на этой же улечной площадке, в богатом доме, собственно. Понимаете? Но прошло 2 недели, раз, и всё рассыпалось. Что-то там случилось, и ей пришлось оттуда уйти. Теперь. Почему это произошло? Да потому что энергия мысли создаёт, да, особенно если это несколько человек, если участвует мастер, можно создать эту ситуацию. Точно так же, как целитель вас может вылечить, да? А вы потом ушли, через месяц опять заболели. Или там нашли жениха, опять почему развалилась. Да потому что это надо было зафиксировать в ДНК. Это надо было зафиксировать в нейросети, а потом в нейросети само ДНК без вашего участия формируют. Понимаете? Потому что надо эту информацию иметь как прошлое, чтобы она была устойчива. Информация, которая записана в наших нейросетях и ДНК, это тот генератор, который генерирует частоту события и того феномена, который мы хотим видеть в своей жизни. Просто мысль, она удерживает эту ситуацию или создаёт на короткий промежуток времени. Потом ситуация разваливается, распадается. Надо не мыслить... Сейчас я извиняюсь. Продюсер мне пишет, не поставил кирпичик на сайт, чтобы не мешать. Понимаете, да? То есть, чтобы был устойчивый, стабильный результат, надо фиксировать информацию в нейросетях. А потом они уже сами делают. Это уже не зависит от вашего желания, от вашей инициативы. То есть там нейросети, они связаны с гипоталамусом, тот с гипофизом, железами внутренней секреции, которые вырабатывают, копируют эту информацию в нейросетях. И отпускают в кровь, а кровь разносит каждая клеточка, а клеточка всё это записывает. И в итоге дописывается. То есть у нас ДНК классичная. Она всё время, всё время записывает весь наш жизненный опыт. И в соответствии с новой информацией меняется наша жизнь. То, что это ДНК. То, что вы узнали, попадает в ДНК, кодирует всё ваше тело. В каждой клетке есть ДНК, да? Вы это знаете. И она одинакова. И её содержание соответствует содержанию головного мозга. Всё тело является негативом головного мозга. И мы всем телом вибрируем, всей полученной информацией. И если мы записали туда неправду, но то, что мы хотим видеть в своей жизни, то она станет правдой. Ирина, вы здесь, вы меня вообще слышали? О чём я говорю, о чём вы сейчас говорите? Что значит ауру почистить? Аура на чём держится? Кто генерирует ауру? Вы хоть понимаете различие между тем, что мастера говорят, и между тем, что я говорю? Вы можете дифференцировать это? Моя милая, слушай внимательно теперь. Смотри, когда мы говорим, мы чистим ауру. Вы что, снаружи чистите? Ауру. Аура что создаёт? Вы же ходите на мастер-классы? Просто так аура же не может со стороны прийти и повеснуть на вас. Правильно. А изнутри кто создаёт эту ауру? Вы понимаете, что я вас препарирую прямо внутри? Я говорю о носителях. И это настоящее управление своей реальностью. Когда вы носители меняете, а не работаете снаружи. Понимаете? Какой образ вам дать? Вот у человека псориаз, да? У него рана здесь. Он взял карандашом, нарисовал, что у него здоровая кожа. Он снаружи работает. Рану снаружи надо лечить? Нет. А ну, как мы лечим рану? Если у человека аллергия, это что, наружная причина? Что-то внутри генерирует, да? Значит, любую болезнь генерирует не рассеян, она кодирует ДНК. Это создаёт информационное поле, ауру. Они говорят о чистке ауру. Как они его почистят, ауру? Ауру почистят. Как можно почистить ауру? Надо менять коды ДНК. Надо менять информацию ДНК. Да, они ведь правильно говорят, что, я вам тоже говорю, вы должны за деревьем лес убедить. Посмотрите, есть ДНК. Мы рождаемся, и мы получаем ДНК от отца и матери. Они в свою очередь получили от отца и матери. И вся родословная история их жизни, история любовных отношений, финансовые ситуации, за что они боролись, в каких условиях жили, что они думали. То есть это как кинокамера. Записала, и файлом передала ребёнку. И файлом передала ребёнку. Значит, каждый из вас, когда родился, эти файлы по двум родовым линиям всех ваших предков, вам раз, два файла от папы и от мамы. Вот она, родовая программа. ДНК. И она у вас есть, я об этом говорила. И она вибрирует. Потому что то, что там записано, оно вибрирует. Эти вибрации, конечно, слабоваты, но они есть. Вот. Сильнее всего, конечно, мысли, наш фокус внимания, концентрация. То есть, понимаете, сколько источников у тела информации, получить информацию. но это совокупность информации, наши мысли, наши ощущения, наш фокус внимания, наш жизненный опыт, что я читала, что я смотрела и что я получила по двум родовым линиям. Всё это в совокупности создаёт книгу нашей жизни. Вот это сценарий в общей сложности. Вот это вот по арифметике, как бы сумма вот этих всех событий задаёт какой-то среднеаритметический сценарий, понимаете? И мы этим вибрируем. Каждая клеточка имеет вот эту книгу. И она этим вибрирует. И что-то мы видим на сцене нашей жизни. Значит, совокупность, сумма этой информации вот создала мне такую реальность. Вот такое положение вещей с деньгами, вот такие вот отношения. Может, я одинока, может быть, у меня 10 детей и 10 браков было. Ну, не важно. У каждого своя история жизни. Понимаете? Так когда мы говорим о том, что мне вот этот сценарий жизни не нравится, у меня есть 100% 100% шансы изменить свою личную жизнь, изменить финансовые доходы, изменить свое здоровье, запустить колесо времени вспять полностью, все зависит от нас. Когда мы знаем, как мы устроим, и все упирается в нейросети, в ДНК, да, тогда мы можем менять эту информацию, она пластична, мозг пластичный. Что это означает? Что значит мозг пластичный? конечно, а я что делаю? Я вас подвожу, я вам показываю, как работает тело, и почему я занимаюсь гипносессией, потому что она меняет эти коды, она меняет, потому что можно говорить аффирмацию, это тоже помогает, но вам надо много лет, а гипносессия это делает в трансовом состоянии, это состояние использовались еще шаманы, все маги, оратулы, пифи, все, понимаете, вот важно в этом состоянии записывать, перекодировка легче идет, ДНК. Вы, вы же сколько бусоров себе носите, вы не представляете, вы засыпали под телевизор, а под радио, а какие песни вы слушали, а какие фильмы вы смотрели, вообще, кого вы слушали, все это является теперь вашей информацией, и это часть вашей судьбы, вот как это работает. Нет, регрессию я вам не предлагаю, но нафига Козе Баян, вот так я говорю, у меня есть, кстати, у меня пять сертификатов из Америки, один уже выкуп, говорит, я не могу себя заставить прочесть, потому что там каждому сертификату пять книг надо прочесть, мне их надо переводить и так далее, а потом уже, вот, почему не идет, потому что я была, когда у Рамки, мне понравилось, как он сказал на семинаре, он сказал, вы никогда, вы никогда не были более прекрасными, чем вы являетесь сейчас. понимаете, если наша реконация, каждое наше появление обусловлено нашей целью совершенствоваться, познавать непознанное, то понятно логически, что в предыдущей жизни мы были позже, и чего ее копать, зачем, зачем это, зачем мне копать и знать, кем я была, когда вы духовно развиваетесь, эти картины сами начнут появляться, понимаете, а вам надо фокусироваться на том, что вы хотите, в регрессе у вас только хуже было все, как у каждого из нас, мы были хуже, потому что каждая новая жизнь это новая ступень в нашем развитии, вот, мы не регрессируем, мы в трансе, то есть вы в трансе, вы в расслабленном состоянии, вы вообще можете слышать, сейчас, когда вы меня слушаете, вы тоже в трансе, вы не можете слышать меня, впитывать каждое слово и одновременно слышать, что там в соседней комнате ваши родные и близкие делают, что у вас там за окном творится, правильно, вы фокусируетесь на чем-то одном, это вот это состояние, ну, как бы, его называют альфа-состояние, альфа-состояние, его можно назвать аналогическое мышление, у нас есть бинарное мышление аналогическое, нет, это скорее альфа-состояние, когда вы усваиваете в 200 раз быстрее, когда вы фокусируете внимание, значит, вы четко понимаете все, вы улавливаете логическую мысль, вы устанавливаете быстро связи, у вас картинки, вы фокусируете, вы запоминаете, и вы даже уже этим программируетесь, но этого недостаточно, если столько веков, и всю вашу жизнь, сколько лет, вы кодировали себя на вот такое положение вещей, которое вы сегодня видите, то, конечно, одного семинара, вебинара, хотя я буду три часа говорить, как я обычно вылажу всегда за рамки, почему я последняя или просто одна поступает, потому что мне полтора часа не хватает, я хочу до вас донести во всех мелочах, во всех подробностях, чтобы вы понимали, гонять энергию снаружи, это может хорошо, на уровне НЛП это тоже работает, но если серьезно подходить к себе и видеть, как взрослые люди, понимаете, мы, это не эзотерика, это наука, это наука, и сегодня наука, духовный учитель Ранта, он говорит, что у нас в нашем теле нашу реальность создает мир России, а я вам рассказала, почему она создает, потому что когда мы что-то запомним, и конечно не совсем подробно, потому что совсем подробно это надо слушать тему творения жизненного реальности, я не могу в одной теме все рассказать, но вы должны понимать, когда вы одну и ту же мысль проговариваете, пусть это неправда, пусть это неправда, но вам надо еще в определенном состоянии сознания, но одну и ту же информацию да можно, можно комплекс, но вам все равно лучше сценарий, почему, я сама это делаю для себя, у меня две сессии, я делаю для себя, вот, Лена, ты можешь уже выбросить ссылку, и вы там в начале текста не читайте по лейдингу, вы потом можете сохранить эту ссылку, потом почитайте, вот, а идите прямо вниз, я эти сессии делала, потому что знания, мои глубокие знания, у меня такая большая, у меня большой опыт, большие знания и научные, и духовные, и то, что я подаю, это квинтэссенция моего жизненного опыта и знания, и я понимаю, что самый короткий путь, я же психолог традиционный, я на факультете психологии работаю, самый короткий, можно использовать много методов, но когда все эти методы, которые есть, большинство, они интегрированы вот в этой форме и даются в трансовом состоянии, все, это самый короткий путь, другого пути не ищите, его просто нет. И, конечно, вы должны комплексно и вебинары, и семинары, и мастер-классы, и книги и в обязательном порядке программировать. Вот тогда, тогда у вас есть все шансы быстро достичь богатства, быстро стать любимым и так далее. Понимаете? Любая цель достигается так. Вы должны, у вас что-то хромает, вы должны все изучить на эту тему, и вы должны сделать другую программу себе, перепрограммировать. Вот. Поэтому, когда, вот смотри, Ира, вы же хорошо написали, да? Отработать отца и мать, очистить себя. Вот смотрите, как вы себя будете от страха очищать? Идея понимаем, вот идея правильная. Люди понимают правильно, но они так глубоко не видят, как я вам рассказываю. Понимаете? Этот страх где он? Давайте я вам расскажу физиологию немножко, чтобы вы понимали, что вы просто так не выбросите с тела. Вот вас что-то испугало, в детстве может быть, так? Или, или, ну какая-то сцена, может быть у вас на глазах авария произошла, чужого человека разорвало на части. Ну, бывают такие страшные. Вот вы испугались. Теперь, в этот день, когда, или в этой ситуации, вы, может быть, мимо проезжали, может, проходили, может, в вашей личной жизни кто-то там ночью, кто-то зашёл неожиданно в детстве, что-то вы увидели, ну что, чего-то вы испугали. И вот в этой картине был не только тот объект, который вас испугал, были ещё какие-то другие раздражители. И когда человек в стрессовом состоянии, это отпечаталось на всех уровнях, потому что идёт мощный ток, потому что это сильная эмоция. И тогда там нейросеть не надо месть формировать, она сразу раз отпечаталась. Память у нас ещё в душе есть. У нас память на многих уровнях. У нас программируется вода, мы на 70% состоим из воды. Наша память хранит нейросеть, ДНК. Но главный хранитель нашей памяти это душа, у нас 7 тел. Душа. И душа хранит все впечатления этой жизни и всех тех жизней, которые мы прожили за 10,5 миллионов лет, столько мы перевоплощаемся и не можем проснуться и не можем вознестись. Потому что это конечная цель человечества. Обрести полную свободу, а не так, ой, здесь болит, там болит, денег не могу заработать, живу на уровне выживать. Это же ограничение, которое создаёт тело. Чтобы выйти на свободу, в любом понимании, надо победить своё тело, победить своё тело, это значит убрать вот эту информацию, которая записана. Когда вы говорите отработать, очиститься от страха, а что вы подразумеваете под этим? Что подразумевает тот мастер, который говорит очиститься? Давайте проведём медитацию и правильно. Значит, я вам просто рассказываю, он проводит технику, и он правильно делает, и всё он делает правильно, всё это полезно. А я вам рассказываю, почему это работает и какая техника круче всего. Почему это работает? Потому что если у него есть нейросеть от этого страха, если каждая клетка закодирована, и наш мозг работает по ассоциативному признаку, если что-то случайно в сцене, которую я воспринимаю, в моём мозге завязано с той картиной, которую я испугалась, понимаете, то у меня активируется вот эта нейросеть. А как её очистить? Я же не могу открыть череп, да, и вытащить эту нейросеть. Она завязана с другими словами, с другими нейросетями, они очень тесно переплетаются. Чтобы, например, понять цвет жёлтый, жёлтый цвет, да, сразу я называю слово жёлтый в вашем мозге, если тысяч клеток включаются, чтобы дать вам картину жёлтого, а если это целая какая-то сцена и история жизни, понимаете, да? Мы говорим о том, что это так, просто так не очистить, надо зачитывать новые сценарии, надо активировать все центры головного мозга, гипносессия это позволяет. Она даёт картину для каждого центра, для каждого анализатора, который в совокупности создаёт вам картину того желания, которое вы хотите осуществить в своей жизни. Вы в этом желании, оно у вас уже осуществилось. И вот этот сценарий я описываю, задействуя все анализаторы, задействуя все техники, метафоры, НЛП, музыкотерапию. Понимаете? И вот в этом состоянии идёт быстро рост новых нейросетей, в соответствии с новой информацией. Волнные информации идут, формируются новые нейросети. Что происходит тогда с старыми? Где вы, например, у меня есть такая картинка или нет? Где вы говорили, ой, у меня не хватает денег, у меня кредиты, да? Что происходит с старыми? Там есть картинки, ниже я вам расскажу. Чтобы победить себя и деньги, и отношения, и раскрытие талантов, надо, вот это миф, он имеет двойной смесь. он имеет двойной смесь. Вот эти цепи, которые человек должен разорвать и выйти на свободу, это цепи внутри нас, это цепи наших нейросетей. Они нам не дают исполнить наше желание легко. И вот чтобы их исполнить, нужно использовать гипнотерапию. Почему? Гипнотерапия загружает как бы в трансовом состоянии вот этот сценарий, что я уже богатый. Он загружает шаблоны богатого человека, привычки богатого человека, стиль жизни. Понимаете, это как бы миф, это вымышленная история о том, что вы вот такой, вы уже в этой ситуации, у вас богатый дом. Ну что такое богатство? Это модель одна и та же. На книжке много денег, хороший красивый дом, хорошая машина, хорошая работа, всё. Ну вот здесь вот это, надо войти в эту роль и надо всегда слушать одни и те же слова. Потому что когда мы слушаем разные слова, нейросеть не формируется. Вы не можете, например, выучить стихотворение, если вы будете слова менять, последовать. А если вы каждый раз представляете картину своего богатства, но разными у вас картины и разными словами вы это говорите, то у вас не формируется нейросеть. Нейросеть формируется, когда одни и те же слова в одну и ту же последовательность. Понимаете? Я говорю, скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва спалённая пожаром, а ваша голова уже выводит продолжение, да, французам надана. Почему? Потому что у нас одинаковые нейросети. Да, ну-ка, они не зачищаются, моя девочка, подожди, подожди, они не зачищаются. Нервные клетки никуда мы не убиваем, не уничтожаем, мы их используем. Нам одно и то же слово нужно, что нам не дают, ну, прошлое. Значит, прошлое нас держит в прошлом. Вот как картинки вот эти, да? Нам надо нейросети, а потом богатство придёт. Понятно? У меня есть такая статья, очень интересно получила. Практика в мастер-классе есть. Вот смотрите, мы не можем вот так открыть черепок и вытащить нейросеть. Почему? Потому что у нас используются одни и те же нервные клетки для многих. Каждая нервная клетка имеет 2000 рецепторов. Она используется в других конструкциях, в других знаниях. Мы не можем уничтожать свои нервные клетки. Нервные клетки это наше богатство. Кроме того, нам нужно очищать образно, это вот так очищать. а вот эти вот техники делать. Допустим, мы всех тараканов выбрасываем, что деньги делать трудно, это таракан выбросили, что я никогда не буду богатой миллионером, это тараканы выбросили. Ну все, что вам мешает, выбросили и закрыли. Это игра. Это игра, которая как бы немножко помогает. Но это все-таки такой несерьезный уровень. Ну если я вам могу подарить книжку одну, потом кто сделает заказ, подарю книжку, вот эти вот молитвы, там все написано. И фортуна, и все остальное. Посмотрите. Вот понятно, что люди деньги делают не богатство. Картинки это доказывают. Эти люди, что больше работают? Ой, деньги делают не работают. Эти люди, что больше работают? Они работали больше, чем эта осторожка? Или больше, чем эти бодраки? И вы понимаете, что нет? Что-то они мыслят по-другому. Поэтому у них энергия тела другая. Поэтому у них деньги есть. Значит, чтобы мыслить по-другому, нам нужны какие-то определённые качества характера. Они меняют тоже наше сознание. То есть надо быть в щедром состоянии ума и ощущать счастье. А вы говорите, какое счастье? У меня в прошлую жизнь были сплошные несчастья. Я вся закодирована этими травмами. Я не могу смеяться, потому что у меня в роду кто-то умирал или что-то такое-такое. Надо значит тело поднимать вибрацию. Надо поднимать и слушать, например, сессию избавления магнита притягивающих драк. Первое, что вы должны сделать, поднять свою вибрацию повыше и пребывать в хорошем настроении. Ну, это всё. Вы послушайте. Вы должны обосновать картинами богатства, потому что это заполняет зрительный центр картинами богатства, но у нас есть ещё слуховой, у нас ещё двигательный, где мы произносим, да, у нас много центров, у нас даже есть обонятельный, мы знаем запах денег, у нас очень много центров, пять центров, но все должны их запрограммировать, чтобы богат. Понимаете? Вот, а как формируется повышать свои амбиции и самооценки? Вот, любить себя вы должны и знать, что внутри вас сидит мультимиллионер, где он сидит? Если вы записали, что вы мультимиллионер и у вас привычки такие, у вас рано или поздно появятся эти деньги в вашей жизни, понимаете? У вас будут складываться ситуации, которые будут прокладывать дорогу большим деньгам, большим, я не говорю на уровне выживания, потому что мы все боги в спящем режиме и нам как бы стыдно быть бедными. Надо эту задачу решать, потому что в каждом из нас сидит мультимиллионер, он заперт и просто ждет, чтобы родиться. То есть есть резервуар богатства, он не в рассветях, он в ДНК, их просто надо перепрограммировать. говорить о том, что вот у меня нет диплома высшего образования, вот у них не было диплома. Они Гарвард, один Гарвард поступил, потом бросил, просто он занимался тем, чем он очень сильно любил, и он самый богатый. Магия в том, что вот Лао Цзэ говорит, она не в этих ритуалах, наружно. Наружно, если вам помогает, делайте, я тоже рекомендую, делайте Цэншу, потому что есть эгрегоры, это работает. Но вот Лао Цзэ, древнекитайский философ, да, пробужденный был, он говорил, целое существо знает, не изучая, видит, не глядя, и достигает, не делая. Понимаете? Целостное существо. То есть мастера так могут, мастера могут просто материализовать деньги. Ну, во всяком случае, до этого мастерства долгий путь, но на нашем уровне, на вашем уровне это можно сделать, когда кодируешь свои нейросети и ДНК, и всё, и тогда вы преодолеваете рубеж, который вы, а так вы стучите стену. Вы можете делать один бизнес, он не пошёл, вы можете делать другой бизнес, он не пошёл. Что-то неплохое, только одни убытки. Почему? Да в подсознании сидит программа потери. Понимаете? Нет, надо почистить, действительно, правильно они говорят, но что мы чистим? Просто они говорят, чистить ауру, чистить... Мы чистим нейросети, мы их меняем. Мы когда записываем новую модель, модель, вот, допустим, была нейросеть, у меня долги, нервные клетки, они... Нет, у меня где-то должна быть картинка, чтобы я вам не на пальцах показывала. Вселенная это наш джинс, джинс, я говорю, джинс. Нет, я убрала нейросеть, по-по-по. Придётся на пальцы, девочки, девочки, мальчики. Значит, смотрите, есть мальчики у нас? Был мальчик. Смотрите, нейросеть, это когда они между нервными клетками вырастают отростки и соединяются. Как только они соединились, это значит, информация запомнилась наизусть, долговременная память. Всё, нейросеть готова. Она будет нам творить реально. И вот у нас такая нейросеть. Допустим, у кого-то кредит, ой, у меня ипотека, и вы засыпаете, и перед сном всё время вспоминаете, какой у вас долг, и как вам решить ваши проблемы. А что вы делаете на самом деле? Вы себя программируете на ухудшение ситуации в данный момент, вот в тот момент. И все люди думают, уже в возрасте, да, засыпают, думают не о сексе и не о игрушках как в детстве, да, а думают о проблеме. И не знают, что тем самым они попадают в альфа-состояние, в альфа-состояние они думают об этом и кодируют себя на проблемы. Всё. Теперь, вот нам надо переписать и записать другую модель. У вас же я имею кредит не выплачен. И у меня вот такое положение, да, и теперь, когда мы, вы слушаете, например, гипносессию, где, говорится, я такой-то, 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 я в таких ситуациях, у меня такой образ, то есть там вот это я привязано к другим понятиям. Я живу в изобилии, деньги ко мне идут потоком, космическое изобилие проявляется потоком денег в моей жизни. тогда эти дендриты, они просто происходят перераспределение, они отрываются от я, где было я, бедный, да, они отрываются и идут туда, где я богат. И создается новая композиция. Мозг у нас целости и сохранности, дендриты, рецепторы, проводящие пути остаются. Просто они меняют, перераспределяются. Но не только. Но не только. Когда вы записываете это 30 дней подряд, минимум, можно больше. Я больше слушаю. Потому что чем больше хотите денег, тем больше слушайте. Тогда у вас совсем недавно открыли учёные, раньше говорили, нервные клетки не восстанавливаются, они не рождаются. Вот на факт рождения, по факту рождения мы получили столько, и столько мы имеем по всей жизни. А в течение жизни они только погибают. Это неправда. Каждый день у нас рождаются новые клетки. Но поскольку человек перестаёт учить что-то, потому что он говорит, ну, я закончил университет, а теперь я на Пицце, тем более мне не надо. И они перестают учить. И они умирают. И каждый день у нас умирают нервные клетки. А когда у вас работает вот эта нервосеть, она наращивает, она, во-первых, делает рокировку из старых нервосетей, и плюс она взращивает новорожденные нервные клетки. Нервные клетки увеличивают ваш интеллектуальный потенциал, они наращивают, у вас увеличивается количество нервных клеток и количество нервных связей. А именно они определяют глубину абстрактности мышления. И вот эти вот нервосети создают реальность, и ваш мозг наращивается, усиливается, увеличивается. И у вас есть стопроцентные шансы никогда не заболеть ни рассеянным склерозом, ни просто склерозом, ни Ацгеймером, ни Паркинсоном. Понимаете? Вот эти все, вся группа болезней происходит от того, что человек перестаёт учить наизусть. А гипносессия, она насильно записывает. Вы спите, она записывает у вас, формирует нервосети. Это уникальный инструмент, который приносит результаты во всех областях, во всех областях. И когда Леночка говорила, что меня слушает весь мир, только в Зимбабрии не слушают, я скажу, что это да. Да, это так. Да, это так. И есть очень хорошие результаты. Такие результаты, что я знаю, что я не зря на этом свете. У меня очень большое удовлетворение. Вот так, мои дорогие. Теперь, конечно, к этому, если вы хотите по... Вы понимаете, вы поняли принцип, что вот эта вот схема идёт, создание реальности прикладывается к любой теме. То есть мне этот механизм приходится рассказывать по любой теме. Если бы я рассказывала на притяжении любви, я так бегло вам сказала, почему нет любви. Потому что в ДНК все предки, бабушки, мамы, папы были несчастливы. Особенно по женской линии. Женщина вообще никогда не была счастлива. Потому что она, что она такое? Прислуга дома, да? Или прислуга, или у плиты, и вот детям она посвящает своё время. Даже первая-первыхая пара, которая людей, богов, которая появилась, это не Адам и Ева. Адам и Ева, они пришли... Это другая совсем тема, я сейчас немножко отвлекусь и в двух словах скажу вам. Они пришли для того, чтобы совершенствовать генофон человека. И человеческая раса, которая развивалась из одной клетки, которую тоже боги развивали. В любом случае, по всем линиям мы божественны, она должна была изменить свою биологию уже не через гены, а через смешение кровей. Поэтому Адам и Ева, такая пара, приходит на любую планету, где есть люди, которые размножаются и достигла их количества больше миллионов. Так вот. Но да, Адам и Ева были дювай и дедра первая пара людей. и они очень любили друг друга. Это первая пара людей, богов. Вот. И ребенок у них был. Так вот, если у Адама и Евы, Ева изменила Адама, потому что яблоко, это было не яблоко, это была совсем другая история. В Гуранте об этом написано. Вот. А первая-первая пара, это была дювай, и дювай — это мужчина и дедра. Так вот, ну, тут никто никому не изменял, но просто женщина, она же рожает детей, она должна воспитывать их, и она посвящена, как бы, быту, то есть семье. Вот. А мужчина, он реализовывает себя там снаружи, добычей. И вот на каком-то этапе, потому что тогда были бессмертные, потом люди поверили, что они смертные, поэтому это стало правдой. Вот. Но это тоже можно перекодировать, и многие мастера, не многие, но есть в процентном отношении это жалкое количество, но почему существует такой термин «вознесенный учителем»? Потому что есть люди, которые вознеслись, и это может быть правдой для каждого человека, который идет по духовному пути. Так вот, Дюбуа, он стал как бы отдаляться от дебы. Он стал поднимать себя выше. Ну, в чате Людмила, Людочка. В чате они не смогут, потому что они не у меня в чате, Людмила. Людмила получила шикарный результат, и он у меня тоже прям, знаете, бальзам на сердце. Бальзам на сердце, потому что у ее, ну, хорошо бы, если бы она сама, например, написала, я вам могу видеоотзыв написать других, но вот самый интересный случай, у меня у Людмилы, она с 28 августа мужу поставила после четвертого инсульта, на которую, на которого врачи махнули рукой и сказали, теперь это уже все. Вот, и после моих сессий у него идет очень быстрое восстановление всех функций, То есть он не говорил, не писал, не читал, а сейчас все дима. Поэтому у нас такая победа. То есть гипносессия можно все сферы восстановить. Нет проблемы, нет задачи, которая не решается гипносессия. И все это имеет отношение, вопрос денег — это психология, вопрос здоровья — это психология, вопрос реализации творческого потенциала — это тоже психология, вопрос раскрытия таланта в любом возрасте — это тоже психология. И все это решает гипносессия. То, что талантово у вас, вы даже не представляете сколько. Если вы 10,5 миллионов приходили на эту зиму, представьте, кем вы только не были. Вот. Люда, зайди, пожалуйста, скопируй и сбрось сюда. Зайди в часть, скопируй и сбрось сюда. Не надо ничего. Что вот, например, у Людмилы? Муж после четвёртого инсульта. Какие установки она ему давала? У меня одна тоже есть. Ну не все такие. Одна. Ой, я не могу ярко видеть. Да не надо тебя ярко видеть, потому что ты, если будешь ярко видеть, многомерно визуализировать, ты уже мастер 6 уровня. Ты уже взлететь можешь, ты уже можешь вознестись. Нет, пусть это вас не беспокоит. Потому что, когда Людмила ставила мужу, что она могла ему говорить, ты должен так? Никак. Просто ложись спать и включал. Всё. Он может быть и спать. А уже через неделю, уже в конце первой недели пошли изменения. Тело это делает само. Это подсознание делает. Подсознание управляет вашим кровообращением, дыханием, сердцебрением. Подсознание делает триллионы реакций в секунду в каждой клетке. Нам доступно это? Нет. Подсознание знает самую короткую дорогу к очень большим деньгам. Нам доступно это? Нет. Понимаете? Вам ничего не надо учиться. Вам надо просто слушать сессии. Всё. Всё сделала я. Так скромно о себе. Значит, там есть комплект, который генерирует такие качества. И эти качества, они делают человека притягательным, сексуальным. Они делают его энергичным. Человек вскакивает с постели и хочет активно действовать. Ему интересно. Он горит. У него другая энергия. Понимаете? Он просыпается к жизни. О, не улетает. Он возвращается к жизни. Он вообще шёл к смерти. Можно так развернуть любого. Да? Потому что некоторых дубатулы в 50 не поздно. Или в 45 я уже приближаюсь к пенсии. Да? Или в 60. Никогда не поздно. Разворачивайтесь, идите обратно. Вы умойте в своей жизни всё по ним. Всё. Вот эти сессии. Сейчас я вам поставлю ещё... Там есть мастер-классы. Это вот у меня коуч проходили. Вы пока почитайте, я вам любую найду. Сейчас найду. И всё, мои дорогие, видишь? Нет. Читайте отзывы здесь. И вот я, Люда, из моего чада, у меня есть чад, я скопировала, вам вставляю сюда. Люда, конечно, сама очень уникальный человек. Потрясающе. Людмила видит настоящее прошлое и будущее. Просто она такие вещи говорит с ней. Это тоже уникальный человек. Вот она написала это в чате. Вот у меня Фарида тоже. У неё тоже, кстати, был несур. И сейчас она... Я всё ей уговариваю, чтобы другую фотографию повесили, потому что она сейчас гораздо моложе. Так что, мои дорогие, самый короткий путь, если это не праздная любовь, а его это кого? А! А письмо как я могу показать? А! Хорошая идея. Я не знаю. Копировать сообщение. Я, наверное, не смогу здесь. Оно большое. В этом чате, Людочка, я не знаю. Вот он пишет письмо. Только как его вставить? Нет. А как же вставить? Ага. Мы отзыв подготовим, Людмила. Как-нибудь... Это надо в текст ставить, и... Я так не могу копировать. Я тоже не могу. У меня же такой же чат. Я только захожу сюда, в чат, и не могу его скопировать. То есть такое полное письмо, логика, почерк, всё восстановилось. Это вообще потрясающе. Вот этот... Светочка тоже у меня прошла. У неё были... И всё-всё-всё. А у меня есть видео на видео. Сейчас я покажу. Она сделала видео. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Есть вопросы? Ну, у вас индивидуальная, может быть, реакция, Ирочка. У вас индивидуальная реакция. Значит, это так. Значит, ваше тело воспринимает это как очищение, да. Хорошо, мои дорогие. И тогда от меня пока-пока. С вами была Светлана Балабуюк. Передаю слово Лею.